Приветствую вас, я думаю, что к вашему вопросу, кстати, вопрос вы не заданы, то есть, что вы хотите от психологов, Дарья, какой помощи вы хотите от психологов, непонятно, совершенно. Так вот, к вашему вопросу, к вашей проблеме, можно пройти с двух сторон. Во-первых, со стороны вашего состояния, со стороны вашего состояния, со стороны ваших переживаний, которые у вас имеют место быть. Вот, значит, если вы говорите невроз в СССР, соответственно, тут нужна психотерапия именно вам, в первую очередь, потому что, ну, невроз, например, это вообще не диагноз, как бы. То есть, ну, очень просто большому количеству людей можно сказать, что, знаете, у вас невроз и всё. То есть, ну, это немножко, немножко не дает история, которая, мне кажется, может быть аргументом в каком-либо диалоге, да? Вот, поэтому, я понимаю, что такое невроз, и я отдаю себе отчёт в том, что, возможно, вам нужно работать с этим. То есть, вот, работать с неврозом, то есть, чтобы он вас, например, перестал беспокоить, к примеру. Вот, и чтобы брат, соответственно, вас уже так, к примеру, не задевал, да, чтобы вы, ну, чтобы вы не чувствовали, что брат вас так задевал. Вот, опять же, весь момент такой, готовы ли вы, как бы, работать на эту тему, готовы ли вы работать в этом направлении, потому что это, ну, ваши проблемы, это ваша реакция, то, что он вас так задевал. То есть, это связано с тем, что, вот, вы так, вот, вы реагируете таким образом. Почему вы так реагируете, из-за чего вы так реагируете, да, это нужно исследовать, на самом деле. Вот, но, как бы, это связано с вашим состоянием, то есть, вот, ну, то, что вас вот так задевает брат. То есть, ну, нужно понимать, какие чувства он вас вызывает и почему. Вот, понимаете? Вот, это очень, очень важный момент, на который я рекомендую вам обратить свое внимание, с одной стороны. С другой стороны, на мой взгляд, вы попадаете в такую, как вам сказать, ну, в такую, можно сказать, игру, да, психологическую игру, которая называет скандал. Вот, вы в этой игре принимаете участие. Вы можете почитать про эту, собственно, психологическую игру, скандал в интернете. Там есть информация по данному, ну, по данной истории. Вот. Психологический игра – скандал. Это такая особенность человеческих отношений, такая конструкция человеческих взаимодействий, заранее определенных, заранее понятных, заранее уже предопределенных. Которая внешне выливается в то, что люди ругаются, скандалят и, казалось бы, друг друга ненавидят, не могут поделить какие-то вещи. Вот. С одной стороны. А с другой стороны – это с внешней стороны. Это связано с тем, что люди боятся близости. Вот, в частности, в скандал играют те, у кого есть определенное сексуальное влечение. Вот, в частности, в скандал играют родственники, потому что у них есть неосознаваемое запрещенное сексуальное влечение друг к другу. Я так полагаю, что, ну, я предполагаю, что ваш брат, он в силу своего возраста и в силу своего состояния, вот, он просто может испытывать вам сексуальное влечение, которое он сам себе подавляет. Вот, и, соответственно, вот, ну, именно, потому что он подавляет его, это своё влечение, ну, сексуальное, вот. Вот, он из скандалов, как бы, то есть, вот, этот момент нужно определить вам и понять, что, ну, ничего, ничего с этим не поделать, как бы, вот. Абсолютно сейчас. То есть, это пройдет, когда у брата подростковый период немножко пройдет, да, тогда это тоже пройдет, соответственно. Вот, и, всё, как бы. Но у вас, у вас это осложняется тем, у вас это осложняется тем, что, вот, вы чувствуете раздражение. То есть, у вас есть негативность, у вас невроз и вот всё это. И если вы кричите ему какие-то вещи, которые, которые, вот, даже вы понимаете, что кричать не стоило бы, но он со стороны кричит. То есть, это вызывает важные эмоции. И вот это, то есть, это вызывает важные эмоции. Ну, и не разбирается. Потому что, совершенно, конечно, видно, что у вас это также некое подавление ваших, ну, ваших же чувств. И понятно, что, ну, что это, у вас это происходило системное, как бы, я так полагаю, у вас это происходило системное. И, соответственно, тут, вот, нужно последовательно определять, как вы, вообще, к этому пришли. К тому, что, вот, подавляете свои чувства, там, и так далее. Почему, и как, и как вы к этому пришли, и, что, что, что за этим стоит, соответственно. Вот. А, такой вот момент. Это то, что я могу вам сказать. Вот. Обратите внимание на то, что вы, ну, вопроса вы никакого не задаете. То есть, как бы, ну, вы не спрашиваете у психологов ничего. Вот. Вот. И, получается, ээээээ... Оставляете просто, вот, ээээ, ну, как бы... Аэээээ... Оставляете эээээ... Открытым этот вопрос. Что вам... Чего вы так хотели хотели в этой ситуации. То есть, брата? Брата? Ну, вы не переделаете... Брата вы не поменяете, это очевидно, пока что. По крайней мере, вот, пока вы находитесь в таких растрёпанных чувствах, да, брата вы поменять не в силах будете, и, соответственно, нужно иметь в виду то, что я сказал, как бы вы к этому не относились, и, ну, почитать проигрывать комбалу обязательно, и поисследовать вот невроз, то есть, что вы вкладываете в невроз, вот. То есть, я ни в коем случае не хочу сказать, что у вас там в 22 года невроза быть не может, или что ваши диагнозы они ошибочные, нет, я этого сказать не хочу, а я имею в виду немножечко другое, да, я имею в виду именно то, что если у вас невроз, то с этим нужно работать. Брат, он, как бы, ну, вот, он по неопытности такой, вот, он может, как бы, вас излить, он может вас раздражать, но чувства, которые вы испытываете, это ваши чувства, и ответственность за эти чувства несете вы, а не брат, как, как бы вот, ну, как бы что там ни было, понимаете? Поэтому исследовать этот момент, исследовать очень желательно, если вы хотите сохранить и отношения с братом адекватные, лишний раз его не травмировать, и чтобы не вредить себе, потому что на вас это тоже очень негативно влияет. Вот, возможно, там есть какие-то причины для этого в вашей семье, возможно, есть какие-то еще причины, вот, то есть, ну, понятно, что этого, ну, мы этого можем не знать, но это нужно исследовать. Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.